У Старооскольского дома ремесел появится свой горн, не музыкальный, а, конечно же, гончарный. И все в этом мире не бывает случайно, звезды сошлись. Слобода Казацкая являлась для Старооскола традиционным местом гончарного мастерства. И именно в этом районе сейчас располагается наш дом ремесел. Слобода Казацкая – это место бытования нашего Старооскольского гончарного промысла. И идею по созданию нашей территории горна мы вынашивали очень давно. Вообще в ходе наших этнографических экспедиций по месту, по улицам под Горной и Миловая, еще очень много людей помнят, что горны были. Но, к сожалению, нам не удалось найти ни одного, даже хотя бы засыпанного. Вот недавно нас, например, посетил мужчина, который здесь родился, вырос, и он рассказывал, как он помнит, что топили горны, как туда закладывали посуду. То есть на самом деле это было не так давно. То есть после войны гончарный промысел еще был и существовал. Проект этот национальный, грантовый, называется «Культура для реализации» был специально выписан народный мастер из Калужской области Александр Заборских. Лет 20 назад он увлекся гончарным ремеслом, в том числе и постройкой исторически достоверных горнов. Это традиционный горн. Такие горны были в средней России. Ну, практически они одинаковые. Там небольшие изменения, это частные, кто как улучшит, кто как. Суть в том, что это печь, которая частично зарыта землю. Или полностью старались вообще на краю оврага, чтобы меньше копать. Просто склон оврага и в нем, типа, пещеры делают, выход трубы. Там очень просто все выкопал и практически ничего не надо делать. Какое-то время можно обжигать без кирпичей, без всего. Ну, насыпается. Выкупали следующий рядом, самый простой. Чтобы дольше служило, обкладывали кирпичами. Знающих технологию мастеров на самом деле не так много. Производство керамики подобным способом неконкурентно, трудоемко и затратно. Покажите, пожалуйста, как это работает технологически. Вот снизу идет у нас топка. Здесь закладываются дрова. Обычная печь. Она углублена для того, чтобы она-то будет высокая. Неудобно будет сверху будет у нас купол и там отверстие. В него надо будет загружать посуду. Если она будет полностью стоять на земле, во-первых, слишком неудобно. Во-вторых, будет большая теплопотеря. Потому что здесь земля сдерживает, она как термос. Укрепляет все. Однако это не все. Гранд Этномир Слободы-Казацкая подразумевает как экскурсии, так и мастер-классы. А значит, нужно максимально укрыть горн от неблагоприятных погодных условий. Что, собственно, и будет сделано. Это как дополнительный музейный экспонат, который разнообразит нашу экскурсию, который разнообразит информацию, которую мы подаем. Одно дело мы говорим, что да, вот были такие горны. И, как правило, картинки никакой не возникает. А другое дело, когда мы его показываем. Что вот эта печь, показываем, как мы загружаем керамику, как мы ее топим. Плюс еще и практически есть. То есть мы сможем проводить дополнительные мастер-классы. Как уже сказал мастер, обжиг горнице немножко другой, чем электрический обжиг. Мы сможем проводить мастер-классы под открытым небом. Сможем мы декорировать керамику по-другому, например, способом задымления, обваркой. И, соответственно, когда ты это все видишь воочию, соответственно, это уже другой эффект. И уровень вовлечения жителей, уровень интереса, конечно же, возрастает. По планам проект должны закончить 30 сентября. Это хорошая идея – развивать культурные и муниципальные объекты и создавать туристические развлекательные комплексы. Почва благодатная, но нужно гораздо больше ресурсов.